Положаем познавать мир сознания. Не будем погружаться в определение, что такое сознание. Народные какие-то поговорки, они всегда говорят более так, ёмко, чем какое-то философское, они более приближены к реальной какой-то процедуре жизни, то есть, допустим, сознание, человек говорит другому, у тебя несознательное поведение, то есть, что имеется ввиду, непрактичное, непрагматичное, безалаберное, то есть, как-то вот такое поведение человека дурачка, скажем так. Ты несознательно ведешь себя, говорят. Затем такие выражения, вы помните, как, ну, не владел, я делал несознательные поступки, бессознательно я действовал, бессознательно я что-то сделал, я не могу отвечать за то, что натворил, потому что бессознательно это все происходило, я только увидел, что что-то вот сделано было. То есть, опять какие-то разрушительные процессы. человек говорит, я был без сознания, и вот что-то произошло с человеком. То есть, о чем вообще все эти три варианта говорят? О том, что человеком, человеком что-то произошло, значит, человеком кто-то управлял. и когда человек говорит, что у меня сознательный был выбор, сознательно я действовал, он берет в первую очередь, что ответственность за свои поступки и рационально и мудро поступает так, что это отражается положительно на его жизни. Простые понятия какие-то, которые будут всем ясны. Но опять мы возвращаемся к управлению собой, своим телом, своей судьбой. Человек в очередной раз видит, что он в чем-то разрушается, значит, он не управляет собой. А кто же такой человек? И вот планета Земля, и там живет 100% населения. Вот всей деятельностью людей управляют различные эгрегоры, различные образования. Но души, те, которые порождают, этакие высшие существа порождают, они относятся к так называемым монадам, которые вышли оттуда, то есть из Творца. И вот эти монады, они порождают души, души порождают человека, вот эту сущность, сознательную сущность, назовем его сознанием, структура сознания. Это решетка целая такая, многослойная, многоверная, семь уровней. Оно может включать еще дополнительных два уровня, либо еще активировать еще там, но не будем. Мы сейчас говорим о том, кто управляет человеком, человеческим сознанием. То есть, допустим, их много планет, заселенных с каждой своей особенностью, но планета Земля управляет семь монад. И они ведут каждое свое определенное количество душ с определенным разным развитием. Это уже, как говоря, их дело. Мы не в этом смотрим. Смотрим в том, что те души, которые достаточно молодые, достаточно правильно играющие, они переводятся в категорию тех душ, которые имеют возможность помогать человеку окрашивать свою жизнь в радужные цвета, скажем так. А так, в основном, человек ведом, то есть поток идет, канал сознания, и это выглядит, будет примерно так, что мы берем опять, не рассматриваем тех, кто живет на уровне бытия. Сейчас вернемся немножко опять к цифрам, чтобы опять у у вас произошла раскладка понимания, что вот они 100% населения. из них 70% это те, кто с закрытыми центрами, и они на 100% ведомы. им создаются эти все какие-то условия, и у них есть вот этот внутренний выбор. Каждый раз как-то простить, делать добрый поступок, по знаниям, и потихонечку вот оформляя в себя в неком устремлении и развитии туда признание как бы высшей силы. То есть многие-многие действия, многие реинкарнации, душа становится сильной, она будет относиться уже к этой категории. К категории 30%. Из этих 70%, 20% уже не имеют души. Ну, как говоря, остается 50. 50%. Из этих 3% 2%, вот так вот нарисую, чтобы вот эти вот процентовки они были как бы видны, скажем так. Средины получены, потому что есть поток, вот отношусь с тем 2%, у которых открыты верхние чакры. 30% это те, у которых открыта средняя чакра, которая соединена с каузальным телом, которая контролирует ментальное тело, которая активно управляет астральным телом. и все это отражается на физике. Но этот центр управляет физическим телом, то есть, точнее, он его координирует, но он управляет энергетическим телом. К физическому относится вот эта сфера, сфера связи с землей, под ногами. Значит, из 30% здесь, как бы говоря, стоит знак вопроса. Эти люди уже не те, кто из этих 50, которые будут делать что-то, пытаться потихоньку, кто-то из них может перейдет, тоже неизвестно. Здесь неизвестно, куда человек пойдет. Сюда или сюда. Как бы предполагается, но это, еще раз говорю, то есть, этой категории людей дается где-то вот там до 10% их выбора. То есть, если этой категории людей вообще нет возможности раскрашивать свою жизнь, за них их ее раскрашивают. У них есть определенный процент выбора во внутренних поступках и внешнем преодолении. И когда эти проценты накапливаются из одного там, да, определенные уровни доходят, им уже начинают менять. То есть, вот прошло 30 лет, все это собрано конструкцией. Напоминаю, она вот здесь в нижнем донтяне находится. Как там в эзотерике называют ячейка. Вот так вот. И здесь все заложены, все сведения, все о человеке. Вот это изначальное я, так называемое, которое мы пробуждаем практиками, активируем. Об этом чуть позже. То есть, из этих двух процентов, 0,2% согласились отдать себя служению. Вот тут, как говоря, выделим, потому что так будет не видно. А остальные нет. Слабо, казалось. Потому что нужно жертвовать всем абсолютно, за что отвечают. Мы помним, что каждый центр отвечает за что-то. Служение. Даже своим творчеством. Потому что здесь служение. Служение эгрегору, служение сообществу, служение делу. Потому что некоторые реализуют себя ярко и проявленно. Помним, они пишут книги, работы и тому подобное. Это их дело. Другие реализуют себя в учениках. Непосредственных. Потому что, когда кто-то там говорит, что я там ученик какого-то вуру или знаменитого человека. Но на самом деле ученик и учитель, это как бы почитать. Хотя бы рекомендую все время эту книгу «Две жизни». Там и показано на самом деле ученик и учение. Обычно это слушатель, это почитатель, это последователь, но не ученик. Ученик, это сколько раз говорил. Во-первых, это всегда тот, кто себя полностью отдает. И это как ребенок. Учитель для него шифру. Отец настанет. Там идет полное сознательное подчинение. И когда учитель видит, что у ученика заложен поток, проходит через него. Он начинает его плавно отпускать. И давать возможность творческого развития. То есть, для ученика это его ведущая сила. Насколько он участвует? Он может участвовать в коллективе. Еще раз я вам говорил. На простом примере. Человек приходит в какой-то коллектив, в фирму, допустим. Начинает быть специалистом и там участвует в жизнедеятельности. И он улучшает свое состояние. Он выходит из состояния простых работников. И он становится каким-то менеджером, специалистом. И на этом он замирает. Пока он не начинает участвовать лично в жизни ведущего. Не начинает ему создавать возможности для его развития. Участвует в его жизни всемирно. Тогда этот человек делает карьеру. Но, опять же, это же ведь такая чистая психология. И мы же говорим об искренности. На самом деле этот человек входит в поток. Тот, который ведет ведущего. Отдавая себя этому потоку. И в прямом и переносном значении. И вот это понимание, когда многие люди начинают участвовать в коллективе. Но они сами на своей волне не достигают каких-то должностей. Но они все время хотят свое дело развить. Как бы отдавая часть. Нет. Не выйдет. Уже показывал про эти круги. Когда человек отдает становится проводником. Потом ему от эгрегора дается возможность развивать дело. Которое созвучно с эгрегором. Коллективом. И только затем он уже начинает развивать. Типа свое дело. Типа. Потому что. Человек. Люди вот по вот этим вот уровням. То есть эти 20 процентов это просто. Те кто используется. Механически. У них вообще нету ни выбора. Ни таких. Вот сейчас 20 процентов уже достаточно много. Есть. Некие фантомы. Биороботы, которые используются. У них сознание, канал сознания. Там чистая программа стоит. Души нету. Такие люди здесь для создания неких процессов. Там фантастики. Ученые пытаются создать киборгов и так далее. Они давно есть. И поэтому некие эзотерики, экстрасенсы иногда в шоке. Что вот они там появились. Это давно. Более высшие цивилизации, более высшие силы все это умеют делать. Но еще раз. Тем высшим силам, которые нас ведут, нужны творческие люди. Потому что им просто скучно и неинтересно смотреть. Потому что они смотрят оттуда, где нет времени. Где есть картина. И они смотрят. Она вся сложена у человека. И вот когда человек творчески пробуждается. И начинает проявлять, генерировать ту энергию силы. Через которую может идти поток. То есть создает некий генератор в этой структуре. И он сам начинает какие-то применять тогда. То есть он отпускается. Река разливается. Берега расступаются. Тогда это становится интересным. Для тех сил, которые ведут. Они уже не знают будущего как такового. Но это им интересно. Потому что по простому уже все это наскучило. А есть те силы. Грегорные, высшие. Которые как бы завязли на этом. Они получают энергию. Ну что-то там своим занимаются. Скажем так. И поэтому им особо не интересны. Вот те новые сообщества. Новые веяния. Новые коллективы. Которые начинают развиваться на земле. Новые люди. Которые открывают верхние центры. Переходя в этот процент. Как бы говоря. Людей. У которых будет пробуждаться своя высшая сила. И они будут становиться собой. Вот кем собой. Что такое опять сознание? Что такое я? Есть высшее я. Это я и есть. Только им надо сказать сначала. Скажем так. Вот. Канал сознания. Если смотреть сверху. Если смотреть сверху. Ну вот. Разрез человека. Это. Система. Целительного. Да. Вот это нос. Такой вот. Он так смотрит. Вот. Центральный канал. Это системы Дао. Мастер Монтек Чи. Инструкторами. Системы. Которого. Мы являемся. Официальным. Это центральный канал. Это передний канал. Это центральный канал сознания. Это задний канал. Это правый. Это левый. Это в теле. Физическом. Эфирном. То есть. Это меридианы. На тонком плане. В полевой структуре. Это уже раскрашивается. И проявляется. Когда человек. Делая практики. Которые ему свыше позволяют. Занимается преобразованием. Открытием этих каналов. Канал сознания. Уже становится. Вот такой. Он охватывает. Все тело. Неважно. Это условно опять. Он охватывает. Почти все тело. И тело гудит. Трансформаторная будка. Физически. Это все. Ясно. И там. Человек уже другой становится. Как бы. Вид сверху. И я еще. Не показывал. Потому что здесь. Полевая структура. Мы же помним. Что. При этом. Случае. Астральное. Ментальное. Каузальное. Тело. Сливается. Это может. Слушай. Будет. Кто-нибудь. Там. Кому-то допуск. Дадут. Потому что. Обычно. То что. Подается. У нас. Хоть и выкладывается. Как бы. Нашим. Игрыграм. Ограничивается. Свыше. Не допускается. Для просмотра. Может. Когда-нибудь. Разрешат. Потому что. Это. Образуется. Универсальное. Тело. Из. Вот. Этих. Трех. Тел. Трех. Тел. Это. Физическое. Энергетическое. Далее. Включается. То есть. Это. Вот. Только. Лишь. Каузальное тело. Сфера. Центр. Каузальное тело. Далее. Включается. Тело. Души. Будхиальное тело. Образуется. У человека. Но. Сама. Душа. Она. Находится. У таких. Людей. У. Таком. Конгломерате. И. Человек взращивает. Вот. Это. Тело. Бухи. Так. Называемое. Затем. Атмическое. Тело. И. Замещается. С. Высшим. Я. И. Все. Это. Перемешивается. Плавненько. Плавненько. Перетекаются. Эти. Скажем. Прослойки. Перегородки. По-простому. Между телами. Истончаются. Здесь. Тоже. Свои преобразования. Происходят. Но. Не об этом. Будем. Говорить. Вот. Коснулись. Осознанных. Самом начале. Неосознанных. Поступков. Сознательных. И. Несознательных. И. Вот. Здесь. Одно. Из. Главных. Определиться. Кто. Я. 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 Наблюдение. Я. Наблюдатель. Я. 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 Через пять органов чувств. Через пять органов чувств. Человек. Включает. Обработку. Мозгом. Сразу же. Потом. Он. Начинает. Заявлять. Я. 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 Что? Я. Как насилие звучит? «Я. Наблюдатель». Всего. Все. Это. Первичное «я». Оно будет здесь. Я. Наблюдатель, это при наилучшем стечении обстоятельств. Это когда вы не поддаётесь на вот эти волны, колебания, вибрации, которые проходят через пять органов чувств, с которыми могут входить тело, вы едите, это вибрации на самом деле, пищи, звуки, видите, краски и так далее. То есть я наблюдающий. То есть ментальное я, оно просто наблюдает. И оно делает выбор. Но выбор чем оно делает? Мозгами нет. Вот здесь интеллектуальный центр. Здесь вот этот человек мыслящий. Homo sapiens. Самый интеллектуальный центр здесь. Но вот это я, которое сознательное, оно ещё не сознательное. Это я мыслящее, интеллектуальное. Напишем интеллект. Оно как некое переходное значение, когда вот здесь образуется я-сознание. И вот здесь как раз и создаётся выбор. Потому что сознание, мы помним, это канал, который охватывает все тела, захватывает. И это вибрации. И поэтому я-сознание, это я чувствующий. И это в первую очередь. Я чувствующий. А здесь я наблюдатель, я ощущающий. Ощущение здесь. То есть можно определить, когда вы ощущаете вкусовые ощущения, слуховые вибрации. Вы как-то там телом реагируете на всё, на вот это происходящее, которое на самом деле воспринимается весьма иллюзорно. Потому что человек видит только это, а это почему-то не видит. Слышит только это, это не слышит. Ну, впрочем, для людей, которые будут смотреть, это обязательно будет категория уже душевных открытых, которые понимают эти процессы, время включилось. Они поймут, о чём я говорю. Не буду я, опять же, как и на той карме, я не раскрываю какую-то дисциплину отдельную. Сейчас идёт обобщение, потому что много по каким-то дисциплинам вы что-то делали, развивались. Но вот это отдельное разрозненное, так же, как вот эти разрозненные понимания я, они создают некую невозможность собраться в единое я. Что такое единое я? Вот это я изначальное. Здесь, вот это изначальная сила, благодаря которой появился человек. Здесь я сознание и я души. Но будет ли это я души? Или это будет я эго? Вот здесь вот будет выбор на переходе. Вот он, главный, самый чёрный такой выбор. Преобразование. Либо это будет эго, либо это будет душа, мы открытость. То есть, как человек здесь начинает. То есть, идёт оформление умом. Вот он процесс. Либо устремление вверх, либо устремление вниз. Приоритеты. Всё это мы разбирали, говорили об этом. То есть, интеллектом восприятие через какие-то понятийные, смысловые, логические проработки в ментале, в мозгу. Но уже не от того, что вы непосредственно сразу принимаете. Пять органов чувств мы, помните, погружаем сюда. Вы не позволяете себе, вот этим наблюдателям, реагировать. Когда вы что-то услышали, увидели, ощутили, внешне, съели. Не надо, как насчёт той же самой еды, говорить, что «Ай, как вкусно, как прекрасно». Вы уже становитесь вот этим «Я» наблюдателем. Это «Я» внешний. А что я тут могу-то внешне, если я тут совсем малая часть поверхностная? То есть, это «Я» самое поверхностное. Просто реагирующий. То есть, помним, эта чакра отвечает, вот я вам сейчас взаимосвязь хочу показать, отвечает за психофизику, за ощущения. Значит, «Я» вот здесь «Я» становлюсь вот этим вот уровнем сознания. Если я реагирую на пять органов чувств, и я начинаю падать по уровню сознания, таким же становиться живущим на животных инстинктах. Если я реагирую своим выбором, действиями на пять органов чувств. Ощущения, картинки, запахи, связания и тому подобное. Поэтому учитесь не реагировать то, что вам подают. Это все равно будет иллюзорно. И все время напоминаю, вспоминайте, как на одно и то же вы реагировали по-разному. Ну как же, это ж одно и то же. Как люди на одно и то же реагируют по-разному. Как люди не видят элементарного и так далее. То есть у всех свое пространство. И когда человек начинает создавать процессы многими действиями, когда он выходит за пределы «Я» сознания, «Я» чувствования, он выходит на «Я» изначальное, которое сообразуется с состоянием внутреннего покоя. И действует уже оттуда. Помним, переработка информации на самом деле ведется не здесь. Она ведется или здесь, или еще глубже здесь. Ну как бы ученые сами это показали. Брюшной мозг, нервные окончания соответствуют. А здесь человек сам поддается и начинает жить голове. Все. Его тело уже принадлежит. Насколько он переживает, помню, выплески, страсти, настолько он тело души, связанное через астральное тело, нижние слои души, начинает стягиваться. Потом образуются эти 20%, которые бездушные, по сути, животные. Они будут очень умными. Потому что программы уже здесь работают, наработанные через образование, воспитание и так далее. Вот. И вот это я изначальное, когда вы начинаете действовать опять. То есть здесь вы действуете, если вы я, если вы действуете от реакций внешних, вот это вот я поверхностное. Когда уже вы действуете от чувствования, это на практику перевожу, вы чувствуете вот что-то, движение, колебания, вы чувствуете, и это уже интуиция, что вот будет что-то. Это второй уровень. Я интеллект, я вообще не считаю, потому что это я, то же самое. Но здесь с этим надо считаться. Это этот главный выбор. Что мы мозгами делаем, прорабатывая интеллектуальным центром. Вот здесь в переходе образуется, будет образоваться эго. здесь я изначально, когда вы действуете, из состояния покоя. Покоя и управления телом, потому что здесь середина физического тела. У мужчины здесь больше, у женщины здесь больше. Когда наоборот, ну, значит, даже на физике это видно. И вот здесь, когда вы действуете из состояния внутреннего покоя, вы уже управляете. Здесь вы еще не можете управлять, только частично. Чувственно вы можете окрашивать то, что вам уже подают. И вы этому увидите на практике, постепенно практике жизни. Действуя из состояния внутреннего покоя, вы начинаете управлять телами вот этими. Но не судьбой. Когда вы становитесь, выходите из тела, и вы видите его, как оно действует, и вы действуете одновременно. Тут, так как тут происходит активация, то вот это я-осознание превращается в я-осознающего. По сути, то же самое. Это центр каузального тела, сфера. Я-осознающий. Осознающий, видящий на уровне судьбы. И это уже человек, который видит состояние. Он может останавливать. То есть, я-состояние. Потому что я-чувствующий, чувствую, это только лишь одна из главных, да, составляющих состояния. Но состояние, оно глубже таких тонко-чувственных ощущений, которые называются чувством. Которые проникают в плотные ощущения и создают там, то есть, мы выбираем, быть нам в радости или в печали. Но иногда, конечно, не можем, когда уже затянулись. Вот здесь я допишу. Я-состояние. И это я-состояние единого. То есть, когда образуется и тут начинает работать канал сознания, и вот здесь вот этот баланс между вот этим глубинным я-сознание и я-сознание и умение быть внутри и проявлять себя снаружи, это как раз и есть вот та гармония и баланс, а не где-то быть в каком-то месте. И вот здесь канал сознания уходит вот туда. И он спираль вот здесь идет с прошлого в будущее и другая спираль, не буду уже намалевывать, иначе все намалюется. Опять же, мы все это рассматривали. Это только в каналах. Вот здесь в эфирном и физическом теле. И вот многие даже путают эзотерики, это те, которых уровень сознания достаточно низкий, не вот этот высший, они, например, считают это как бы центром ментального тела. Вот он интеллектуальный центр, как бы давным-давно здесь все определились. Не зря поговорка путь сердцу мужчине лежит через желудок, потому что мужчина воспринимает очень мощно умом, сидит на уме, женщина сидит на чувствовании. И только вот вот этот центр их может объединить на уровне судьбы, на уровне действия вот здесь их объединит. То есть я вот этот я единое это и есть вот этот канал, когда мы уже тут писать негде, ну напишем напишем, что вот это и есть я единое. Может когда-нибудь оформить более красиво. Ее. все будет надо. То есть это уже сложено. Или это если мы решим. Потому что свобода воли внутренней у нас мы разбирали. Далее идет проявление потихонечку в неком процентном соотношении человеку дается свобода творческого проявления и снаружи. не буду оглашать цифры которые касаются меня моих учеников насколько им дана эта свобода проявления. Но она есть. вот и когда вот там активируется напоследок сфера центр будхиального тела затем атмического тела и это все работает в едином аспекте может как-то негативно что-то еще выдавливаться все кто занимается знает что такие очищения выходы есть но это работает в едином таком вибрирующем потоке и на в тонких мирах отражается все соответствует это многослойность когда основных только слоев на каждом центре в каждом теле это около полутора тысяч дополнительные есть прослойки и все это вся эта структура этот человек вот он пробужден он работает и он включил все эти тела а каждая помним соединяется со своим планом и тот самый верхний тоже с планом соединяется атмическим тот который соприкасается с абсолютным то у человека возникает состояние единства это можно получать достигать на практиках когда достаточно созданы благополучные условия для создания этого состояния единовременного что долго удерживать люди могут только лишь у тех которых уже работают все тела вплоть до отмического и физическое работает как основа работает не болея ничем независимо от каких-то внешних движений какие бы ни не были реакции нет даже если идет воздействие на тело реакции нет чувственные эмоциональные просто если на вас падает какая-то коробка вы ее просто принимаете и никак не реагируете ни внутренне ни внешне лишь сообразно обстановке надо принять принять не смогли отошли пускай грохнется все равно она на самом деле ценность имеет только ту как вы отреагируете какая бы она материально денежно не выражалась эта вещь которая там будет разбиваться падать и вы будете участвовать в этом процессе ее ценность только лишь в одном как вы реагируете так же же все внешние ценно ровно настолько насколько вы реагируете на нее в этом ее ценность все остальное как на кольце Соломона было написано все пройдет пройдет и это не будем говорить о болеззорности восприятия выключай так 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 Продолжение следует...